Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ас-салам алейкум, дорогие телезрители! С вами образовательно-познавательная программа «Семейный доктор». И мы в 5-й клинической больнице города Алма-Аты. Я сейчас попрошу всех вас сесть поудобнее и поближе к экранам ваших телевизоров и ни на что не отвлекаться. Ведь тема нашей передачи – очень распространенная и актуальная патология. Адентогенные гнойные процессы в полости рта. Мне, как и вам, друзья, не терпится узнать об этой патологии все. Поэтому не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении данной патологии, в последние годы не потеряли своей научно-практической значимости и остается одной из ведущих проблем челюстно-лицевой хирургии. Если поподробнее рассказывать, то адентогенный воспалительный процесс – очень распространенный тип заболевания. Многие не обращают внимания на эти воспалительные процессы. Все начинается, можно сказать, даже от банального кариеса. Кариесом называют поражение твердых тканей, которые начинаются с разрушения эмали. Если не предпринимать никаких мер и не проводить профилактику, кариозный процесс распространяется вглубь. Образуются полости, могут присоединиться различные осложнения. При неблагоприятном течении происходит потеря зуба. Многие люди не обращают зуб, зуб их 32 зуба, но каждый зуб рассматривается как орган. Должен это все рассматриваться, и малейшие даже кариозные процессы в дальнейшем могут привести к очень даже серьезным воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области часто встречаются в детском возрасте. В последние годы отмечаются не только увеличение частоты этих заболеваний, но и значительные изменения типичной клинической картины и проявлений. Рост хронических форм, неадекватная реакция на проводимое лечение. Многие процессы начинаются от, само слово говорит, адамтогенные, что от зуба начинаются, и в дальнейшем может распространяться еще глубже-глубже и в челюстно-лицевой области. Так как кровоснабжение очень хорошее, иннервация хорошая, он может распространяться еще глубже и дальше. Вплоть до грудной клетки бывает иногда гномерно-воспалительный процесс распространяется от челюстно-лицевой области, шейной, и дальше грудные органы могут распространяться. В возникновении иногда бывают даже посттравматические процессы. После переломов челюстей, удары обычные, когда обычные гематомы, многие не обращают внимания, гематома может осюмковаться, и с периодом он может даже привести к нагноению гематомы, и в дальнейшем, если нагноение не идет, придется иногда вскрывать эти абсцессы и воспалительные процессы. Кроме кариеса существует еще ряд причин. Например, бывают часто также такие осложнения, когда после лечения гнойно-воспалительный процесс, он может развиться после лечения у стоматолога. Это, например, когда глубокие кариозные процессы с депульпированием лечат, а воспалительный процесс остается, иммунитет не справляется, так как пломба как крышечка закрывает, воспалительный процесс проходит глубже и может привести к аденотогенным воспалительным процессам. Первые признаки и симптомы протекают и сопровождаются локальными болевыми ощущениями. В дальнейшем это будет местное покраснение, гиперемия тканей, температура может подниматься, общее состояние страдать может быть. Потом уже в дальнейшем по мере распространения уже общая симптоматика будет более обширно распространяться, и человек будет хуже, хуже себя чувствовать. В первую очередь человек приходит, и когда к нам приходит, он рассказывает основное, от чего произошло. Была ли это травма, или болел зуб, или куда-то ходил на лечение у стоматолога. Возрастание числа случаев аденотогенных гнойных заболеваний обусловлено не только вышеперечисленными врачами причинами, но и значительным снижением качества жизни населения, материально-бытовых условий, ухудшением питания, отсутствием плановой санации, снижением уровня и качества личной гигиены, которые способствуют понижению общего состояния иммунной системы, и нарастанию уровня стоматологической заболеваемости в случае хронической аденотогенной инфекции. И самое страшное, все вышеперечисленное может привести к грозным осложнениям. Если вовремя не обращаться к врачам, может развиться подно-косечный абсцесс, или, говорим, острый гнойный переостит, обострение хронического перидонтита. Абсцессом, флегмоном, разлитым, может быть, к медиастениту даже может привести к очень серьезным осложнениям, который гнойный воспалительный процесс спускается еще ниже в средостение. Лицо все-таки эстетический тип органов, а иногда вскрываем снаружи разрезы полукожи, и в дальнейшем это косметически может привести к дефектам людей. Ну, шрамы, рубцы в дальнейшем могут появляться после вскрытия наших гнойного воспалительных процессов. Чтобы не довести до таких серьезных осложнений и последствий, нужно вовремя обращаться к специалистам, но и, конечно же, не забывать, что существует ранняя диагностика. Чем раньше, тем лучше. Дорогие телезрители, мы сейчас стоим у кабинета рентгенографии, где нас ждет врач-диагноз, которая расскажет нам, как правильно сделать панорамный снимок ротовой полости. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, значит, это кабинет диагностики, да? Да. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, покажите, как производится, как делается именно панорамный снимок. Сперва врач нам дает направление, по направлению мы снимаем. Там разные снимки бывают, затруднения восьмерки или перелом нижней челюсти. Сперва мы записываем у вас в компьютер. Фамилию скажите, пожалуйста. Так, мы в Камбарбаев. Камбарбаев. Ага, Камбарбаев. Имя? Серик. 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 Очень... С какого года вы? 1989. 1989 года. Угу. Так, значит, записали, да, данные все. Да, мы все записываем. Первое, я вам надеваю халат. Дверь надо плотно закрыть. Так, я должен снять, да, пиджак? Вы снимайте, пожалуйста, пиджак. Хорошо. Вот сюда повесьте. Так, на вешалку. Надевайте. Отлично. Головой наклонитесь вперед. Вот так. Теперь на нижние зубы поставьте верхние зубы, чтобы они ровно стояли. Плечи не поднимайте. Аппарат будет крутиться, а вы свободно стойте. Дышать можно. Плечи не поднимать. Конструкция этого аппарата очень удобна. Пациенту необходимо лишь встать рядом с установкой, и она сделает панорамные снимки обеих челюстей. Давайте перечислим, какая польза от панорамного снимка. Пациент получит полное представление о состоянии ткани обеих челюстей. Оценит объем костной ткани. Врач-диагноз оценит объем костной ткани. Также он оценит наличие воспалительных процессов и тому подобное. Такая диагностика дает возможность спланировать проведение хирургического вмешательства. Она незаменима перед операцией. Ну и, конечно же, панорамный снимок дает врачу поставить правильный диагноз и назначить лечение. Ну и, конечно же, один из главных и важных вопросов. Какие методы лечения на сегодняшний день существуют? Это стационарная и амбулаторная группа больных бывает. Амбулаторная группа, в основном, они обращались к первичной звеной. Это поликлиники по месту жительства. Где врач стоматолог занимается санацией, то есть лечением, санацией, удалением обычным. Ну, у нас есть и стационар, то есть больные заслуживают стационарной помощи. То есть высокоспециализированной, в челюстной области, медицинской помощи. То есть удаление и при осложнениях дальнейшее лечение больного. Например, консервативные методы лечения в основном идет противовоспалительная, антибактериальная терапия назначается и динамические наблюдения. Пациент будет все назначения выполнять. Точнее, уколы, капельницы, все это придется назначать и приходить периодически на осмотр к врачу, чтобы в дальнейшем предотвратить процессы распространения. А у нас в основном тут хирургические методы лечения. Запущенные, да? Да, запущенные, когда уже люди приходят только для вскрытия хирургического метода лечения. У нас в основном и госпитальная группа вот такая вот, и именно вскрыть абсцессы, флегмоны для динамической тоже наблюдения, антибактериальная противовоспалительная терапия идет. Плюс еще можем дополнительно добавить физию лечения, например, корцевание, озонирование, так как там распространенная более анаэробная флора, это как бы без воздуха развивается, тогда как бы воздух, когда даешь, эти вся флора как бы нейтрализуется. Что нужно делать нашим дорогим телезрителям, каждому из нас? Какие профилактические мероприятия существуют и как нам и наших детей защитить от этой патологии? Более обширная, как я говорил, это профилактика. Почаще к стоматологу, малейшие какие-то симптоматика появится сразу к доктору, а не самолечением заниматься. У нас сейчас век, как говорится, 21 век, интернет все развит, многие люди через интернет как бы занимаются самолечением, ставят неправильные диагнозы и приводят к тому, что запущению воспалительных процессов и уже к нам не только на хирургический метод лечения. Когда можно в начале заболевания прийти, точный диагноз поставить и можно консервативно все это вылечить можно. Именно от заболевания не было что-то по осложнению. Всегда надо ходить к стоматологу. Не один раз в год, а несколько раз в год. Постоянно ходить к стоматологу. Где-то небольшой коррозный полос, налет, камни, десны всегда надо лечить. Потому что все у нас начинается с полости рта. После рта у нас много микрофлоры. Микрофлора много у нас, поэтому всегда начинается с полости рта. Небольшой, немалейший кариес надо лечить и у детей, и у взрослых. Поэтому не боясь, надо постоянно идти к стоматологам на лечение зубов. В комплекс профилактических мероприятий следует включить закаливание организма с помощью физкультуры, введение здорового образа жизни и полноценного питания. Рекомендуется диета с оптимальным содержанием белков, витаминов А, В, С и Д, солей, кальция, фосфора и фтора. Дорогие друзья, если у вас появились микрофлора, направленные на реминерализацию эмали и дентитов зубов, большое значение отводится широкой и активной санитарно-просветительской работе, целью которой является повышение санитарно-гигиенической культуры населения, качество и уровня рациональной личной гигиены полости рта, что также способствует профилактике адентогенной инфекции. Дорогие друзья, если у вас появились мельчайшие кариозные образования, не оставляйте возникшую проблему на завтрашний день, ведь последствия и осложнения могут быть плачевными. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин